Всем салют, всем привет! Меня зовут Никита Захаров, вы на моем канале. Сегодня я буду говорить про самую, наверное, рассказывать точнее, про самую любимую и интересную для всех тему. Это про кроссовки. И вообще, какие сейчас кроссовки актуальные? И что... Давайте вот так, наверное. Что такое вообще актуальные кроссовки и почему они таковыми считаются? Актуальность. Я, знаете, я вам вообще не советую гоняться за какими-то актуальными, какими-то силуэтами, за актуальными кроссовками. Потому что рано или поздно они не будут актуальными, да, как бы окей, но в моменте они есть практически у всех. Так же у меня случилось там и с как раз таки с теми же самбами, с теми же New Balance 2002R. Я не скажу, что это плохо, да, покупать что-то, что сейчас на тренде. Просто вам нужно самим понимать, нужно оно вам вообще или нет. Поэтому в этом видосе я возьму и сделаю свой определенный топ кроссовок на осень. И они не будут актуальными. Они будут такими кроссовками, которые будут достаточно комфортными, чтобы ходить в какую-то слякоть, чтобы ходить там в ветер и в непогоду вообще в целом. Давайте для начала в целом определимся, какие кроссовки вам нужны на осень. Потому что сразу, наверное, прям совсем текстильные варианты мы отметаем. Ой, не текстильные, а как они? Ну, короче, текстильные тканевые мы, наверное, все-таки отметаем. Либо мы их очень и очень хорошо пропитываем специальными пропитками, которые отталкивают влагу, собственно. Такие есть у Soulmate, у Superstep, еще там у кого-то, короче, много уже производителей есть, которые делают хорошие, реально качественные пропитки. Что даже там обычная ткань, она не пропускает влагу. И я себе, я делал кучу видосов, как я пшикаю их себе на заднюю часть штанин. И вообще пофиг, ни лужи, ничего вообще не могут испортить мои, собственно, джинсы. Но раз уж я начал говорить про актуальность кроссовок, то, наверное, начну, начну, наверное, с актуальных кроссовок. Давайте так, я не прям любитель, честно, чего-то прям трендового, хайпового. Я беру из интереса. Но эффект актуальности играет свою роль, потому что есть такие кроссовки, как Salomon XT6. То есть, если бы они не были актуальными, если бы люди про них не говорили, я бы вообще никогда про них не узнал. И никогда бы вообще про них не услышал. И не купил бы их себе. Поэтому, давайте так, первое место вообще актуальных кроссовок топ-1 на осень для меня это Salomon XT6. И они у меня есть. Вот так выглядят эти красавчики. Я специально взял в таком, знаете, в каком-то баклажаново-коричневом цвете. Мне он очень понравился. Я, когда их заметил, сразу захотел взять почему-то именно их, потому что они интересно смотрятся. Давайте пройдемся сразу немножко по модели. У нее здесь усиленный нос. Я знаю, что у них очень крутые протекторы, что вы сможете везде по всяким горам ходить и так далее. Я знаю, что у них есть здесь. Что у них вместо шнурков здесь какие-то специальные технологии, которые позволяют просто в одно движение. Как тебе надо отрегулировать эти шнурки и завязать их. То есть, максимально крутые кроссовки Salomon XT6. Но я немножко проперся и взял себе не на Gore-Tex версии. Если вы не знаете, то Gore-Tex это специальная мембрана, которая защищает как раз-таки от всякой непогоды и дождей и так далее. А я взял себе обычную версию. И она, конечно, вообще. То есть, я ее даже и обработал уже водой. И она все равно... Ой, обработал себе специальной пропиткой. И она все равно пропускает воду, что мне не особо нравится. Но они очень стелево выглядят. И вот такой вам небольшой еще совет. Если вы будете покупать примерно такие кроссовки, то обязательно понимайте, что вам подойдет под этот гардероб. Потому что такие кроссовки вы не сможете носить там с брюками с обычными или прям совсем с обычными джинсами. То есть, это что-то определенное горбкоровское. Какие-то парашюты, какие-то карго. Возможно, какие-то широкие черные джинсы. И все, что наверх, тоже должно быть, скорее всего, спортивно. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Но это прям пушки вообще кроссовки. Второй вариант это конверсы. И не обычные Chuck Taylor 70, которые мы привыкли видеть. А waterproof какие-то, сейчас скажу. Chuck Taylor All-Star Lugged 2.0 CC waterproof. Короче, вот они вот так выглядят. Вы все видите. Почему я их поставил в топ? Во-первых, потому что это конверсы. Мне очень нравится эта компания, этот бренд в целом. Во-вторых, они реально классно выглядят и интересно. И для девчонок, как и для парней они будут прикольно обыгрывать их образ. Дополнять, да. Но при этом там в названии есть прям четко waterproof. То есть это специальная модель, которая создана для осени. И вы видите, что у нее еще и высокая подошва. То есть ходить по лужам, топтаться в грязи и так далее. Ничего не будет впитываться в эти, собственно, кроссовки. По поводу верха этой модели. У нее совсем прям наверху, вот вы видите, ткань, да. Но если спуститься чуть ниже, сама вот эта вот как обволакивающая ступню поверхность, она выполнена из кожи или из резины. Но написано, что из водонепроницаемой кожи. Поэтому это 100% must-have. Они круто выглядят и я их советую. Еще раз хочу напомнить, что это не прям топ-топ must-have кроссовок суперактуальных, каких-то мировых трендов и так далее. Нет, это кроссовки, которые я бы себе купил, либо я себе уже купил. Поэтому это исключительно мое мнение. С ним могут соглашаться, могут не соглашаться. И, кстати, пишите в комментарии, как вам вообще мой подбор кроссовок. Понравилось или нет. И что бы вы добавили, что бы убавили в целом. Следующая модель у нас от New Balance. Я обожаю просто этот бренд вообще всей своей душой. Я их обожаю за кроссовки 2002R Protection Pack. Они просто невероятно выглядят. Это, кстати, тот момент, когда эти кроссовки на таком буме, что в них даже Александр Рогов там ходит. И все вообще по ним писаются. Хотя я их покупал еще чуть ли не год назад, когда о них практически вообще никто не знал. Но вот так у нас, собственно, работает актуальность. Но вот эти кроссовки 5740, про них практически никто не знает. Но вот чем она примечательна, это тем, что у нее верх выполнен из кордуры. Если вы знаете, что такое кордура, то это специальная ткань, которую вообще хрен порежешь. Которую водонепроницаемую. То есть для максимально стрессовых погодных условий эти кроссовки как будто бы существуют. Плюс мне нравится очень их силуэт. Он достаточно мягкий, нерезкий. То есть он не бросается в глаза. И при этом сохраняет какую-то аутентичность, New Balance. И в совокупности еще с кордурой это дает невероятный вообще импакт в осеннее время. Поэтому эти кроссовки тоже можно брать вообще спокойно. Ну и, кстати, Converse и вот эти New Balance вы можете приобрести у спонсора этого видеоролика. Ну и пару слов про нашего спонсора. Это магазин SuperSep. У ребят вы сможете найти кучу вообще кроссовок от различных брендов. Но не только кроссовок, а также вещи. У ребят есть классный сайт, классное приложение, на котором вы сможете купить себе вообще все необходимое. Ссылки я оставил. И самое крутое, что там еще есть промокод на скидку. Так что обязательно чекайте. Следующая модель будет совсем без изысков. Это модель, которая, наверное, всем подойдет. Потому что я понимаю, что многим вообще пофиг над какие-то силуэты, на какие-то вообще... На деньги, собственно, не пофиг людям. Потому что зачастую актуальные кроссовки очень дорого стоят. Поэтому я взял Reebok Club C, который можно везде практически найти. И в SuperStep, кстати, тоже. И при этом вы немного-то денег отдадите на них. Но их прикол в том, что они реально комфортные, они реально удобные. И при этом недорого стоят. Для людей, которым вообще пофиг, им просто нужны кроссовки на осень, чтобы надеть какой-то, возможно, теплый носок и пройтись просто в дождливую погоду. Это реально хорошие кроссовки. О чем вам еще нужно? Белые, из кожи, удобные. У меня такие были раньше. И я прям знаю, о чем говорю. И в целом Club C это своего рода... Ну, не своего рода, это стопроцентная классика от Reebok. Еще небольшое уточнение. Все вот эти кроссовки, они на осень, знаете, на такую европейскую, московскую, санкт-петербургскую. Понятное дело, что в ноябре вы уже, наверное, возможно, вы офигеете в большинстве из них. И вам придется надевать просто теплые носки. Но я лично вообще себе никогда не покупал зимнюю какую-то обувь и ходил в там в небалансах каких-то из кожи. И мне было окей. Просто надевал теплый носок. Поэтому, ну, не знаю, тут каждый сам уже для себя тоже индивидуально все рассматривает. И, кстати, про небалансы как раз говорил, в которых я ходил зимой. Это модель 608. Я их брал в Superstep, но сейчас, по-моему, этой модели нет. Что хочу сказать? Вообще тоже идеально. Она вся из кожи выполнена. Непромокаемая, непродуваемая. Теплый носок надеваешь, и все у тебя классно. Плюс это прям тоже база-база от New Balance, которую они, ну, постоянно выдают, собственно. Но единственное, что за ними, конечно, нужно постоянно ухаживать. Потому что, вот видите, они у меня в не очень хорошем состоянии. Потому что они полностью белые. А как вы понимаете, даже возьми Петербург, Москву. Всегда будут эти дожди, всегда будут лужи. И белым кроссовкам, ну, туго придется, конечно. Но вот эти я прям очень рекомендую. И я знаю, что у меня много друзей хвалят эту модель. Вот, 608 именно называются они. Туда же в New Balance закидываем 90-60. Это не особо осенняя модель. У нее верх выполнен, по-моему, из сетки. Но они очень круто выглядят. Они достаточно массивные. То есть у вас не будет нога промерзать осенью. Потому что подошва дает себе знать. Да, посмотрите, она прям нереальная такая плотная. И они актуальные. Это вот сейчас прям я попал. Да, они правда актуальны. Но про них еще не все знают. Мне кажется, что в следующем году в них уже будет намного больше людей ходить. Как вот в 2002 R сейчас ходят. Так же будут и в 90-60 ходить. Потому что у них много расцветок. И они правда удобные. И вот все, что с этим связано. Ну, не знаю. Пишите в комментарии, опять же, будут ли в таких кроссовках люди ходить. Мне кажется, что по-любому да. Так, теперь мы берем классику. Прям классику всех вообще просто. Кто вот... Вот все прям, все знают, что это классика. Давайте легендарное противостояние. Сразу скажу, вот что данки, разумеется, почему их можно брать на осень? Потому что они выполнены из кожи. И потому что их обычно не жалко. Вот я лично в них хожу. Мне вообще на них пофиг. Я знаю, что всю осень они мне еще 100% прослужат. Плюс у меня еще другая пара есть. Плюс сама по себе расцветка у нее достаточно нейтральная. Она ко всему подойдет. И это прям тоже must have. Если вы их сможете найти где-то там на Poison или еще где-нибудь за 10 тысяч рублей, то берите вообще прям с руками и ногами. Но, опять же, берите лучше обычную какую-то расцветку. Потому что, если вы будете ходить в какой-то там ярко-пестрый, то все будут на них смотреть. Все будут говорить, о, смотрите, этот чел в данках. О, там еще что-нибудь. Короче, задроты всякие понабегут. Такое себе. И Adidas Forum. Это тоже офигенная классика. Я про них пару лет назад услышал. Но прям какого-то жесткого хайпа у нее не было. Все про них говорили. Ну, много кто про них говорил. Но прям, чтобы повсеместно в них ходить, такого не было. Что хочу сказать. На осень, опять же, здесь кожа, это лютый must-have. Они еще сами по себе очень плотные. Я в них ходил и весну, и осень, по-моему, прошлую. И что хочу сказать. Ну, это такая же офигенная классика, как и данки. Тут уже просто смотрите, насколько вам нравится силуэт. Насколько вас устраивает цена, доступность. Где их брать. Потому что Nike, допустим, у нас, ну, сложновато, да, где-то покупать. Особенно в регионах. То с форумами дела попроще обстоят. Поэтому берите их обязательно себе на заметку. Ну и куда же, куда же мы без Nike Air Force, да, любимые всеми кроссовки. И вы сейчас будете говорить, вот опять Force. Но нет, смотрите, есть такая модель. Знаем, что у нас есть Nike Air Force, единички, белые прекрасные вообще кроссовки. Но я не знаю, когда, но выпустили waterproof модель такую же. Waterproof – это водонепроницаемость. И вот здесь вы можете заметить, они, по сути, выглядят, как и предыдущая модель. Но такие более какие-то литые, более плавные, более обтекаемые. И при этом они прям идеально сделаны для осени. Особенно для какой-нибудь российской. То есть ни говно, ни грязь, вообще ничего не будет туда проникать. Потому что, собственно, это Nike Air Force 1 Waterproof. Не знаю, если вы любите удобствовать. И вы можете позволить себе немножко зашквариться, да, и что на вас люди будут смотреть. О, он в Nike. Хотя это все полная херня. Вообще носите, что хотите, кайфуйте, нравится Nike Air Force. Ходите. Это уже база классика. Вот особенно waterproof я вам показал сейчас. Можете найти их тоже где-нибудь, может быть, на поездке у кого-то. Мне кажется, будет, ну, must have на осень, даже на конец осени, начало зимы 100%. Ну, и вот такой топ у нас получился. Это, блин, это исключительно вообще мои мысли, что я бы себе взял в условиях, в реальности, в которой мы живем. Где-то можно купить себе Riba Club C, да, быстренько их себе заказать откуда-то. Ничего в этом сложного нет. Кто-то может себе позволить с Позена или из Европы откуда-то заказать какие-нибудь New Balance, да, 90-60 или какие-нибудь Solomon XT6. Все исключительно строится на вашем вкусе. И как таковой актуальности уже ее нет, серьезно. Это просто какой-то надутый уже мыльный пузырь, который постоянно все блогеры говорят. Вот это актуально, и вам нужно быть такими-сякими. Да не нужно вам это. Хотите, берите такие. Главное, чтобы было комфортно и удобно, чтобы они соответствовали погоде. И опять же пару слов про актуальность. Да, сейчас это Adidas и Campus, Adidas и Sambo, One's Old School Knu. Это все тоже подходит для осени. Но об этом уже все говорят, и все это прекрасно знают. Я же хочу вам наоборот сказать, что вы можете брать практически любые кроссовки, у которых будет прикольный силуэт обычный, не будет пестрить, выделяться. Либо какой-то более привычный, да, по типу Nike, Dunk или Air Force. Вы просто будете ходить и кайфовать этой осенью. Все, с вами был Никита Захаров. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам это топ, как вам вообще видео. И стоит ли мне снимать что-то еще на такие темы. Мне кажется, это достаточно прикольно. Вот, если будете активными, то я буду стараться делать это чахи. Всем пока.